В Калачевском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление. В больницу с проникающим ножевым ранением в область грудной клетки был доставлен 43-летний местный житель. Полицейские установили, что травмы ему причинил его родной брат в ходе распития спиртных напитков. Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. За вчерашний день инспекторы ДПС задержали более 20 нетрезвых водителей. В Краснооктябрьском районе полицейские остановили ВАЗ 9-й модели без номеров, за рулем которого находился 20-летний молодой человек. Освидетельствование показало, что он был пьян. А в Советском районе задержана автомашина «Тагас» под управлением 40-летнего Волгоградца. Мужчина также прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя. Оба водителя были незамедлительно отстранены от управления и привлечены к ответственности. Им грозит крупный штраф и лишение водительских прав. За сутки 13 жителей области обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Всем им поступили звонки якобы от службы безопасности банков. Общий ущерб составил несколько миллионов рублей. Среди потерпевших – как пенсионеры, так и работающая молодежь. Так, 30-летняя врач из Центрального района Волгограда самостоятельно перевела мошенникам почти миллион рублей. Она поверила, что ее сбережения пытаются похитить, и их необходимо перевести на безопасный счет. Полиция напоминает, что банковские работники не звонят и не сообщают такую информацию, а также не требуют назвать цифры на картах, коды и пароли. Будьте внимательны и не вступайте в диалог с мошенниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова